Сотрудники ивано-франковских филиалов Укрнафты вышли на дороги. Они говорят, что в результате реорганизации, которую затеяло их руководство, около двух тысяч человек останутся без зарплаты, а газодобывающая отрасль будет уничтожена. О требованиях участников акции и дальнейших их планах наши корреспонденты подробнее. Городок Долина. Возле пешеходного перехода собираются люди, сотрудники Укрнафты. Ровно в 12 выходят на дорогу. Проезд перекрывают сразу в нескольких местах. Пикетчики говорят, что пришли, потому что категорически против модернизации, которую начала кампания на их предприятиях. Розгонять НГДУ, начинают с конторы и всех остальных. И делают сервисные кампании, и несколько людей уже растягивают свердловины, депутаты наши. Официально о реорганизации, рассказывают участники акции, им никто не сообщал, но уже заставляют писать заявление о переводе в другие структуры. Мы вас переведем в сервисную кампанию. Есть такие слухи, что с испытательным термином на три месяца. Что будет через три месяца, какие люди погодятся, а что будет с рештой людей. Это все делается по-тихому, незаконно, потому что они знают, что будет супротив великий. Люди уверены, эта реорганизация всего лишь повод, чтобы просто уничтожить отрасль. Все говорят, что это не будет сокращение. Так, это будет реструктуризация, шляхом предложения других работ в структуре, возможно, но где-то не здесь, потому что здесь не будет потребности, в количестве работников. Галузь довели до этого. То есть за годы управления группы «Приват» не выделялись деньги, не инвестировались в развитие производства. По плану модернизации, из 22 филиалов, которые сейчас входят в состав «Укрнафты», оставить хотят всего шесть. До 1 июля фактически исчезнет Прикарпатское управление буровых работ. Его объединят с более мелкими. Вот эта реструктуризация, что проводит пан Роллинс. Честно говоря, эта банда уже работает у нас 15 лет. И доводит до того, что мы скоро прекратим свое исцеление. То есть объединяют нафтогазоприробные предприятия, заводы, объединяют то, что не должно объединяться. В профсоюзе говорят, после такой реструктуризации около 2000 человек останутся без работы. Но люди готовы бороться. Говорят, сегодняшняя акция предупредительная. Уже завтра собираются ехать в Киев. Полина Спасенко, Жанна Дучак, Зиновия Автоназ. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область.